Две недели назад в эфире первого преднестровского глава государства отвечал на вопросы журналистов. За время программы в студию поступали звонки от преднестровцев. Жители села Чебруч и тогда обратились с просьбой помочь обустроить территорию в детском саду. На прогулочной площадке не было теневых навесов. Продолжит тему Наталья Цыку. Качели, горки, турники на территории детского сада Фетфрумос для прогулок с детьми на свежем воздухе есть все, кроме теневых навесов. Они особенно нужны в жаркую погоду, говорят воспитатели. Долго находиться под палящим солнцем для детей небезопасно. С этим вопросом жители Чебруч обратились к президенту в прямом эфире программы «От первого лица». Поручение главы государства о решении проблемы не заставило себя ждать. Спасибо большое. Сразу было дано поручение. И начались уже работы по строительству теневых навесов в нашем детском саду. Всего будет сделано четыре навеса. Для них пока устанавливают каркасы. Зданию детского сада в этом году исполнилось 40 лет. Долгое время инженерные конструкции находились в плачевном состоянии. Капитальный ремонт учреждения провели два года назад благодаря российской гуманитарной помощи. Детский сад стал одним из первых в списке объектов, куда направили средства. «Был выполнен огромный объем работ. Были поменены все инженерные сооружения. Это канализация, отопление, отремонтирована часть кровли. Заменены окна на оконные блоки». «Созданы все условия для того, чтобы и рождаемость повышалась, и детские сады строятся. И в этих детских садах очень хорошо, сравняя, как было несколько лет назад, сейчас очень хорошо». В детском саду отмечают, с каждым годом число воспитанников увеличивается. Ранее в учреждении функционировали только две молдавские группы. Сегодня работают еще и две русские.